Есть такая очень теория, которая, кстати, сейчас все больше народу придерживается вот здесь, что просто действительно процесс распада Российской империи, это медленный процесс, который явно только начинается и завершится еще не скоро. Я могу, конечно, сказать следующее, что вот, конечно, я не знаю, как вы отнеслись к 1991 году, мы все радовались, я думаю, что процесс распада Российской империи начался, к сожалению, в 2017 году, и это было на самом деле очень печальное событие, потому что здесь я буду ретроградствовать, я думаю, что империи, хорошо построенные империи, такие как Британская, приносили больше пользы, чем в рядах. И Российская империя относилась, в отличие от Атаманской империи, к числу хорошо построенных империй. Да, народам, которые в нем ходили, приходилось жертвовать своим языком и своей самостоятельностью, но они приобретали в обмен очень много, а именно гигантское поле для игры и гигантское поле для роста в метрополии. Я понимаю, что, может быть, если бы я была пользой, я бы говорила по-другому, но я считаю, что большевики сделали совершенно ужасную вещь, когда они создали национальные республики, потому что, собственно, в общем-то, как-то никогда в России не было башкирской губернии, и, более того, даже не было Украины как структурной единицы, да, поломалось все. И проблем большевиков запрещалось в том, что они делали совершенно эффективные вещи, и они делали государство, на гербе которого был изображен земной шар, и они надеялись сначала на революции внутри соседних государств, а потом на завоевание, и они надеялись продолжать бороться за мир во всем мире до тех пор, пока последняя Уругвайская Советская Социалистическая Республика не войдет в состав Союз Советских Социалистических Республик. Но то, что они сделали, ударило больным концом по им, потому что, ну, я скажу сейчас, я думаю, что понимаю, что если в зале сидят украинцы, то мне понравится то, что я скажу, но проблема, например, заключается в том, что еще в начале 20 века Франция была государством, на котором, скажем, Притань говорила на своем совершенно не французском языке. И очень много интеграционных процессов даже внутри, скажем, Франции происходило уже просто в 20 веке, когда все дети начали учить французский язык. А если бы не история с фиктивным созданием национальных республик, то 250 миллионов человек, входящих в Российскую империю, они бы говорили к настоящему времени в основном о норужском языке. Точно так же, как гигантское количество народов, входящих в Римскую империю, говорили в основном, ну, они, правда, говорили не только мартинского, но и греческого, но они говорили либо на том, либо на другом. Это были языки образованных. Если вы хотели быть образованным человеком, вы говорили или на латыни, или на греческом. И мне было бы совершенно все равно, да, если бы Украина отделилась от России, но при этом она бы говорила на русском языке. Это было бы две России, две культурных единицы, которые бы соперничали друг с другом. И это было бы очень хорошо, поскольку всегда в ней конкуренция – это хорошо. А то, что сделали большевики, да, вот та формальность, которую, как и казалось, они создали, очень больно укусила, в конце концов, Россию за ГОСТ. И будет ли Россия распадаться дальше, сказать сложно, потому что, например, если говорить о Северном Кавказе, то сейчас не стоит вопрос о том, что Россия, что Чечня выйдет из состава России. Да, стоит вопрос о том, будет ли Россия, сможет ли Россия освободиться от влияния Чечни. Кто кого колонизовал, там, вот еще сейчас большой вопрос. Вот. Что касается того, какие перспективы у штатов на Сибири или Дальний Восток, то, ну, скажите, пожалуйста, зачем штаты Сибири или Дальний Восток? Вот. Вот как-то вообще процесс колонизации в мире, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, остановился в основном потому, что колонизация стала экономически невыгодна. Потому что колонизация существовала тогда, когда, во-первых, было избыточное давление населения в западных странах, и это население надо было куда-то выводить. Во-вторых, когда, несмотря на весь экономический прогресс, все-таки ВВП страны довольно сильно зависело впрямую от количества его фермеров, соответственно, от количества земледельцев, от количества площадей сельскохозяйственных, которые они обрабатывают. Соответственно, в этот момент происходил процесс колонизации, соответственно, в этот момент буры и англичане пришли в Южную Африку, соответственно, в этот момент процветала Родезия, которая сейчас, после того, как она стала Симбабве, просто стала гораздо лучше себя чувствовать. Соответственно, в этот момент европейцы пришли на Ближний Восток, и, как ехидно сказал в конце XIX века великий немецкий историк Теодор Моузен, некоторые части Ильевской империи, он имел в виду те части, которые располагались на побережье Африки, во времена Ильевской империи управлялись гораздо лучше, чем сейчас. Он это сказал в конце XIX века. Это было неправда какое-то время во время колонизации, и это стало опять правдой сейчас. Поэтому Соединенные Штаты никого не собираются полонизовывать, даже Филиппины, которые, если вы помните, действительно были их колонии, откуда Соединенные Штаты ушли. Что касается Китая и Японии, то Япония совершенно точно не собирается колонизовывать российский Дальний Восток. Она действительно думала об этом в начале XX века, вот ровно тогда, когда старая колонизационная модель еще была более или менее действительной, и когда в Японии было гигантское популяционное давление, которое другими путями не снималось. Тогда, если вы помните, а если кто не помнит, то я ему скажу, что напомню, что Корея тогда была китайской, японской колонией, тогда значительное количество островов в Тихом океане были японскими, тогда японцы отхватили себе Маньчжурию, из-за что были вычеркнуты из диаги нации не очень справедливо, и тогда действительно японский генеральный штаб раздумывал, в каком направлении вести колонизацию, в направлении советского Дальнего Востока или, наоборот, в направлении Индокитая. Ну, как известно, в конечном итоге они выбрали Индокитай и за это поплатились. Кстати говоря, они сделали это не без помощи советской разведки, но об этом я, может быть, поговорю в другой раз. Вот, в общем, короче говоря, что касается Китая, то вы будете смеяться, то Китай... Довольно много, да, китайцев в Сибири и на Дальнем Востоке, и более того, когда они туда приходят, там происходят удивительные вещи, например, в Приморье, когда пришли китайцы, там изменился климат, и там стали расти арбузы. Но все-таки не забывайте, что это не такие климатически приятные зоны, а чтобы китайцам так хотелось бы уже колонизовать. Поэтому, да, я думаю, что есть большая опасность того, что произойдет ползучая колонизация Сибири и Дальнего Востока китайцами, просто примерно как, вот, скажем, зона КВЖД в свое время, хотя формально принадлежала Китаю, но в самом деле была колонизована русскими. Это произойдет вот такая обратная колонизация, которая будет наглядно показывать, кто сейчас Сибирь держала, а кто нет. Но что касается Японии и Соединенных Штатов, то я еще раз повторяю, что, ну, просто в современном мире модель колонизации, к сожалению, подчеркиваю, к сожалению, не выгодна. Я также не могу сказать про замечательную историю о том, что действительно в современном Кремле очень, по крайней мере, ходит такая страшилка о том, что вот Соединенные Штаты хотят захватить богатство Сибири. Я напомню, откуда она пошла. Она пошла с замечательной статьи в российской газете, в которой было написано, что люди из, по-моему, ФСО, секретные генералы, изобрели машинку, которая читает мысли. По слову, с помощью этой машинки они посмотрели в мозг тогдашнего госсекретаря Мадлен Олбрейт и нашли там звериную ненависть к русским и желание завладеть Сибирью. Да, так что вот с тех пор, значит, вот эта прекрасная история галяет по страницам российской прессы, только она, в конце концов, потеряла кавычки и вместо того, чтобы, значит, честно рассказывать, что это кто-то прочел в мозгу Мадлен Олбрейт, она рассказывает, что Мадлен Олбрейт это где-то сказал. И безумие дошло до того, что еще, по-моему, лет 10 назад Путину задали вопрос об этой фразе прямо на пресс-конференции, то есть эта фраза была озвучена на всю страну, значит, на что Путин сказал, что дословно, что я не знаю вот именно этой фразы, но знаю, что мысли такие в мозгах у американцев прозят. И понятно, что все конференции Путина очень сильно отрепетированы, и такая фраза не могла бы прозвучать, если бы вот эту мысль не хотели внедрить в мозги российского населения. А что касается Соединенных Штатов, то я знаю, не знаю, знаете ли вы, но, по-моему, в 1848 году одна из мексиканских партий, придя в власти, они потребовали аннексии своей собственной страны Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты, слава богу, отказались. А как вы оцениваете перенесли между современными американскими демократами и современным режимом в РФ? Рассказы про распятие детей в Украине и рассказы про разделение детей и родителей в США. И как, по-вашему, будет развиваться ситуация в ближайшее будущее? Спасибо за вопрос. Это будет жесткое сравнение, конечно. Но я сама думала, что в нем есть много правды. Потому что ничто не трогает современного человека так, как слеза ребенка. Как только ему рассказывают, что ребенок пострадал, он сразу приходит в неистовство и готов крушить, и готов ненавидеть того, кто...